привет всем друзья этой ночью разлетелась новость о том что майямская полиция меня задержала действительно мы отдыхали с Росиславом в Майами бич все нормально я на свободе все хорошо да действительно хотел снять материал про полицию сейчас я на свободе друзья помогли все хорошо движемся сейчас в Орландо ну ребята хочу такое сказать что не нарушайте закон и все будет хорошо в вашей жизни так мы заехали в Майами не успели снять интересные кадры полиция со всех сторон там пожарка ну как всегда у них знаешь какой-то маленький инцидент и на этот инцидент съезжается куча машин в общем Майами сейчас вам покажу мне нравится их тема едите вы на велосипеде приезжайте на автобусную остановку даже дождались автобуса поставили велосипед у автобуса на крепление и сели в автобус и поехали это бомба Майами ребята расстраиваются каждый год все больше люди валят валят со всего мира сюда Майами это сходка а в Майами пахнет шаурмой да Костян мы уже проголодались мы 4 часа где-то едем в Орландо в Майами приехали тут такой плотный трапик сейчас мы проезжаем игру GTA вся территория построена то есть игра построена на этой территории сегодня вечером будет тусить наш водитель наш водитель личный сказал что после отеля мы едем на Майами бич ну не вопрос вообще ты везешь все хорошо в общем я в GTA не играл но наш водитель говорит что это все что это все GTA смотрите как дорожка велосипедная о классный мастерник в середине ооо это шо такое это кресло такое так ну шо надо сейчас я изначально хочу сейчас холодный шампунь и со льдом ага красиво красиво такая полянка с искусственной искусственной травичкой да это пятая гупроха она удивляется пятая она у нас уже она в корпусе уже идет она идет водонепроницаемая с экраном с экраном таким с активным надо будет потестить ее посмотреть что она там из себя представляет сколько она денег стоит 400 долларов в Америке стоит вот такая вот игрушка мы мы могли недавно встать у нас комьюнити предлагали четвертую black за 200 долларов можно было купить мы предложили 150 но она уехала в и не отдали в общем прикольная игрушечка надо будет посмотреть чем отличается надо будет сравнить характеристики посмотреть видео действительно отличается или нет если кто-то будет храпеть пожалуйста вот сюда переходим вот диванчики такой кровать бассейник кто или кто-то перебрал может сразу же возле бассейна тут ночевать двойной выход отель недорогой для Майами он конечно же недорогой для Майами бич а сколько мы заплатили за него считай мы будем в нем нас раз два три нас пять человек после шестой 220 долларов на шесть человек для Майами это очень дешево да на острове на Майами бич да мы в кубинском ресторане кубинский колорит я буду в общем кубинский ресторан мы выбрали что к чему Роза говорит как и в любом другом ресторане Америки ты заказываешь основное блюдо рыбу курятину говядину свинину я в данном случае заказал стейк говяжий и уже к этому к этому заказу ты можешь выбрать два бесплатных гарнира или же пюре или же рис или же там пакетик какие-то макаронные изделия то есть все это бесплатно два то есть я выбрал выбрал стейк и бесплатно получилось у меня картошечка пюре и с фреголями бобы фреголи это в тюрьме он знаешь когда сидел фреголи фреголи в общем и плюс ко всему этому плюс ко всему этому рост говорит что кубинцы дружат украинцами не ну так много он общался да и они говорят что вот они очень любят украину поддерживать во всем но еще в советские времена приезжали же украинцы чернобыль как вяжут чернобыль приезжали в кубу лечились и кубинцы тоже взяли в обмен опытом опытом людьми точно это говяжий стейк прикольная часть тел класс будем пробовать будем пробовать будем пробовать уилон я мы наелись это сказать наелись это не то слово мы животы трещат по швам мы находимся в маленькой гавани это в кубинском стиле ресторан здесь в основном служащий персонал все куба ну ну и так район весь весь район такой в основном населен из приезжих с кубы знаешь такое как мини кубинское поселение такое в майами майами да ребята здесь в этом районе это все это майами в этом районе снималась сцены из фильма лицо со шрамом если вы помните распиливали в одном из этих в одном или в этом в соседнем отеле распиливали распиливали помните лицо со шрамом а машина стояла вот здесь вот на парковочке это майами сейчас тут круглосуточная движуха и тут хорошая машинка хорошая машинка вот 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 и вот и О, нормально, малышка. Годится, чётенько. Мне кажется, он это не посмотрел, он сам сумасшедший. Смотри на это. А улица вообще бомба. Ещё один клубинец. КОНЕЦ Мы находимся в том месте, где был самый пик урагана, который был. Это буквально было у нас три недели назад. Всё нормально, никакого шторма не было. Но все кричали, всё, Америка, всё, дрова, дрова. Шторм здесь сильный, пролетел. Ого, какая сигара. Это с настоящего листа? Да, это самокрученные. А, вот сигары крутят. Класс. Бомба. Настоящая ручная работа. А, слышишь, пацан такой официант подкачанный вышел такой. И вот так до тебя не может отвести глаз. И вот такой раз вот. Аж так вот, знаешь. Слышишь? Я бы такой, чтобы официант здесь работал. Они все подкачаны, я бы прошёл сюда. А чё, они тут за день, за вечер долларов двести могут поднять. Поля, ты русскоязычная. А, мне? Я, я, я. А чё, раз в Майами сюда. Ты меня привезла, я недельку здесь. Работаю. Ну, может быть, вы сюда вообще переехали. Работаю. Работаю. В общем, всё, одобрили. Решили. Я переезжаю в Майами, Инна перевозит меня сюда. Я работаю официантом. А Инна ходит вокруг, да? Да, я только Инне бабки отправляю в Орландо, да. Ну, там нормально, чтобы на квартиру, на еду, на маникюр, на педикюр, на стрижки. И так далее. Всё, решено. Работаем в Майами официантом. Ребята, все, кто хотите, приезжайте в Майами. Все, кто хотел, значит, я работаю. Да, я только педикюр, я иду. Я иду, я иду, я иду. А на маникюр, я иду. Ты готов, да? Эта линия. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok